Единое морское пространство бросает России и Норвегии одинаковые вызовы. Рыбные компании двух стран стремительно теряют кадры. Молодежь, если и идет в море, продолжает платформы траулером. Еще одна общая проблема – дешевая рыба с Востока. В сети поступает рыба азиатская. Непонятно каких названий. Она придумана из головы, таких названий нет. Мы понимаем, что она при готовке шарки, в тепловой промоке, она превращается в воду. Но покупатель до этого еще не знает. Это, значит, надо попробовать, а нас уже в сетях нет. Фатриотизм от сетевиков ждать не приходится. Требуются государственные меры, вплоть до регулирования, уверены рыбаки. Схожи позиции промысловиков двух стран и относительно профильной науки. Ученым необходимо столько денег, чтобы они были уверены на все сто в своих рекомендациях. Тогда не повторится нынешняя ситуация, когда мы сильно промахнулись с прогнозом по треске и распределили квоты, опираясь на неверные данные. Конечно, на форуме не уйти от острых вопросов. Переловы, выброс рыбы в море, задержание судов береговой охраной. Вот, к примеру, сейчас разгармонированные пути на российские суда предпочитают работать, мало ли, на сегодняшний день ведут лох только в российской экономической зоне. В том числе и поставят санкции по сторонам норвежских властей. Мы тоже имеем нерешенные вопросы, но я думаю, что мы имеем возможность всегда путем диалога решать такие вопросы, которые возникают перед нами. Представители северной губернии Норвегии и вовсе заявляют, для территории российские рыбаки это благо, и отношение к ним со стороны местных властей самое благоприятное в рамках закона. В Финмарке русские рыбаки заходят в порт и ремонтируются, наш бизнес на этом хорошо развивается, поэтому мы одинаково рады видеть у причалов и свои, и ваши суда. Сотрудничать выгоднее, чем конфликтовать, убеждены рыбаки. Наши прибрежники не скрывают, лишь положительный опыт норвежцев убедил российских чиновников увеличить квоту в 10 раз, разрешить промысел за пределами территориальных вод и ввозить в страну охлажденку. Я не скажу, что у нас с ними уж такие отношения, с норвежцами, когда мы объятиями занимаемся, любим другу, но в тенью меня практически выхлоп от этого сотрудничества у нас есть. Представители рыбацкого сообщества единодушно отмечают нынешний форум как особенный. Впервые за много лет отрасль позиционируется как одна из основных для региона. А какое место рыбная промышленность будет реально занимать в экономике, зависит и от самих рыбаков, и от властей. Зарплаты рыбной отрасли сегодня самые высокие в области, поэтому хотелось, чтобы они с точки зрения пополнения бюджета или своей доли, вносимой в доходы бюджета в Урманской области, заняли соответствующее им или достойное им место. Дмитрий Сергеев, Сергей Карнаков, Вести Мурман.